Дождь из кирпича в спортзале на Наугорке обрушилась кровля. Зданию почти полвека. Есть ли жертвы и каковы причины ЧП? Файр-шоу в центре города. Компания молодежи прокатилась с ветерком в горящей машине. По какой причине загорелась лада? Ударяют хлоркой по коронавирусу. МЧС продолжает дезинфекцию жилых домов и общественных территорий. Как проходит обработка? Начнем с новости, которая подняла на уши весь советский район. На Наугорке обрушился дом. ЧП произошло днем 27 мая. Очевидцы говорят, совсем недавно под рухнувшей крышей спортзала находились дети. К счастью, никто не пострадал. Региональные следственные комитеты прокуратуры проводят проверки. Подробности смотрите в нашем материале. Обрушение случилось в доме номер 23, который находится напротив торгового центра Европа. Пострадала часть здания, где располагался муниципальный спортивный зал. Рухнули перекрытия. Мы как раз в той секции живем рядышком. Постучало в дверь и МЧС вывело всех на улицу. На место незамедлительно прибыл губернатор Андрей Клычков и руководство силового блока региона. Было установлено, что горения нет. По предварительным данным, травмированных жертв также нет. В настоящий момент силы находятся на месте. Сейчас будут представители правоохранительных органов, следственный комитет, УМВД. Все проведут осмотр и далее спасателями будут выполнены превентивные мероприятия для снятия конструкции, которые угрожают и могут упасть. Соответственно, будут выполнены работы, если будет необходимость под временному отключению газопровода для выполнения данных работ. Жители говорят, что такой финал был предсказуем. Ранее это общежитие принадлежало заводу «Малютка». Потом квартиры приватизировали. Налицо бездействие содержания здания коммунальщиками. У нас стекло потоком, вы понимаете, все, вот крыша просто стекла через губернатора, ну как-то дали нам капитальный ремонт, ну и вот он начался. Ну, стучали, гремели, тут вообще все тряслось, ну сделали, ну вот результат все. Там тоже, если вы зайдете в здание, уже порушки рушатся, все рушится. По факту обрушения кровли региональная прокуратура провела проверку. Известно, что дома номер 23 и номер 25 на Наугорке, которые были соединены с портзалом, вошли в программу капремонта. Но по официальным данным, на момент обрушения крыши пристройки работы не велись. Нарушение действующего законодательства подрядчикам не была обеспечена безопасность при выполнении работ на кровле спортивного зала. В результате чего произошло ее обрушение. Помещение утратило свое функциональное назначение. Ущерб муниципальному образованию город Орел, в собственности которого находится помещение спортивного зала, составил около 13 миллионов рублей. Материалы проверки с постановлением, вынесенным прокурором Советского района города Орла в порядке пункта 2, части 2, статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, направлены в следственный отдел по Советскому району города Орел и СУСК России по Орловской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по части 1, статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ. По факту ненадлежащего осуществления контроля за ходом ремонтных работ, прокурором Советского района направлено представление руководителю регионального фонда капремонта. Ситуацию обсудили на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧП. Рекомендовать любой МЧС России по Орловской области организовать работы по демонтажу элементов зданий, представляющих угрозу жизни и здоровью ратора. Глава администрации поручил управлению муниципального имущества Орла организовать обследование состояния технических конструкций здания, принять решение о его дальнейшей судьбе. Серьезная авария на несколько часов парализовала движение на трассе М2 Крым. ДТП случилось днем 23 мая. Как сообщили полицейские, 48-летний водитель Рено Меган двигался в сторону Орла. На 348-м километре автомобиль вылетел на встречную полосу и въехал в дорожное ограждение. Затем машина столкнулась с ладой Приора. В результате пострадали оба водителя и пассажира отечественной легковушки. Женщину и 6-летнего мальчика госпитализировали. В центре Орла вспыхнул автомобиль. Случилось это в полночь 26 марта и почти сразу фото и видео инцидента появились в Орловских пабликах. Свидетели пишут, что «Жигули» и 15-й модели двигались по Красному мосту и загорелись в съезде с него около Краеведческого музея. Водители, пассажиры, легковушки не пострадали, сообщили в региональном МЧС. 16 ДТП из-за выезда на встречную полосу произошло на территории области с начала 2020 года. 30 человек получили травмы, 8 погибли, сообщают полицейские. Именно поэтому сотрудники ДПС регулярно выходят в профилактические рейды, где и выявляют нарушителей. По причине выезда на полосу встречного движения в местах, где это запрещено, произошло 10 ДТП. В результате 17 человек были ранены, 5 погибли. С января 2020 года сотрудники ГИБДД зарегистрировали 700 выездов на встречку. Штраф за такое нарушение – 5000 рублей или лишение прав на срок до полугода. За прошлый год недостатки в содержании уличной дорожной сети стали причиной 276 ДТП. Несколько десятков происшествий были спровоцированы пешеходами, переходящими проезжую часть в неположенных местах. На пересечении улиц 4 Курская и Новосильская отсутствие пешеходного перехода привело к 4 ДТП. И это несмотря на то, что жители близлежащих домов неоднократно обращались в различные инстанции с просьбами обезопасить этот участок дороги. Изменилась ли ситуация в этом году, расскажет Олег Рудаков. Перекресток 4 Курской и Новосильской. Поток автомобилей здесь большой, правда сейчас из-за ремонта моста «Дружба» он значительно уменьшился. Но проблемам перехода дороги осталась «Зебра» здесь всего одна и та в начале улицы. Нам обещали в 2019 году его еще здесь сделать. Я писала, значит, здесь пешеходный переход, сюда пешеходный переход. И еще писала за тротуар, который идет на рынок. К отсутствию пешеходных переходов добавляется и отсутствие пешеходных дорожек и тротуаров. Вернее, они есть, правда в крайне усталом и печальном виде. Но ведь наш человек привыкает ко всему, привык и к этому, так же, как и к обещаниям чиновников. Вопрос об устройстве пешеходных переходов на пересечении улиц 4 Курской и Новосильской поднимался на городской комиссии безопасности дорожного движения еще в 2016 году. Тогда из-за отсутствия финансирования решение его было принято перенести на 2017. Затем на 2018, в конце 2019 года Евгений Гришин ответил жильцам дома номер 8 по улице 4 Курской, что ведется разработка смертной документации на выполнение комплекса работ, включающего установку дорожных знаков, нанесение дорожного покрытия, разметки и ремонт подходов к пешеходному переходу. И добавил, что только после определения стоимости работ будет рассмотрен вопрос о сроках их выполнения и источниках финансирования. На дворе 2020. Май. Ситуация не поменялась. Случились на этом участке дороги и несколько ДТП, в которых пострадали люди, рассказал нам один из местных жителей. Перехода нет. Предупреждающего знака тоже. Вот и несутся машины, не сбавляя скорости. Я хочу спросить мэра города, администрацию железного района, что должен сказать родитель, там бабушка, дедушка, отец, мать, когда он приводит ребенка через эту дорогу. Ребенка спрашивает, дедушка, почему ты ведешь меня? Мы переходим в неположном месте. В нашей школе учат, что мы переходили через пешеходный переход. Сколько еще такое будет продолжаться и найдены ли какие пути решения? Вопрос мы адресовали все тому же Евгению Гришину, руководителю управления городского хозяйства и транспорта. Внимание, ответ. Как скоро появятся средства на выполнение этих работ, в администрации не уточняют. Поэтому хочется напомнить жителям этого района, не переходите дорогу в неположенном месте. Оно все еще не положенное. Хлорка против коронавируса. На борьбу с опасной инфекцией вновь вышли сотрудники МЧС. 26 мая спасатели обработали территорию Орловского автовокзала. Дезинфекцию проводили после 10 часов вечера. В это время рейсов нет и вокзал свободен от пассажиров. Сотрудники МЧС России в рамках борьбы с распространением коронавируса продолжают санитарную обработку мест массового пребывания людей, прежде всего общественного транспорта. Два раза проводилась обработка железнодорожного вокзала, остановок общественного транспорта. Поэтому сегодняшним местом стал автовокзал. Все лестницы, переходы, помещения и кабины были обработаны хлоросодержащим препаратом. В защитных костюмах специалисты при помощи распылителя обработали здания, входные группы, лестницы, перила, лавочки и даже асфальт. 37 решений о депортации вынесено у МВД России по Орловской области за 4 месяца этого года. Все они касаются иностранцев, отбывших наказание в нашей стране. Иностранные граждане, совершившие преступления на территории России, привлекаются к ответственности по принципу равенства перед законом, что закреплено в Конституции. И была достигнута договоренность по передаче лиц, подвергнутых депортации в сопредельное государство. Шесть граждан, совершившие тяжкие преступления на территории Российской Федерации, сегодня будут депортированы за пределы России. В Министерстве инвестиции в отношении всех шести граждан вынесено решение о нежелательности пребывания на территории России. После депортации этим гражданам запрещен въезд на территорию России в течение 10 лет. На данный момент региональным управлением по вопросам миграции в консульские отделы иностранных посольств направлено 28 материалов для оформления свидетельств на возвращение. На Орловщине отменен особый противопожарный режим. Он действовал на территории региона почти два месяца. В управлении МЧС отметили, что в нашей области с начала года произошло более трех тысяч пожаров. Это на 15% больше, чем в 2019. Чаще всего спасатели выезжали на ЧП, связанные с горением сухой травы. В чрезвычайном ведомстве добавляют в основном причина таких происшествий – поджог. В Орле сотрудники МЧС сняли с дерева котенка. Эту добрую новость активно обсуждали и комментировали в местных пабликах. Какие еще новости репостили и просматривали горожане, смотрите в нашем еженедельном обзоре социальных сетей. Русско-народная забава – класть асфальт в дождь. В орловских пабликах такие фото появляются завидной регулярностью. Ну а что тут такого? Тучи просто притягиваются к месту, где кладут свежий асфальт. В снег и в мороз клали, и ничего. Нанотехнологии специально для Орла, а лужи – это в порядке вещей. Не оставила равнодушными орловчан новость о новых остановочных павильонах. 18 таких планируют установить в Орле. Обещают, что это будут и не остановки вовсе, а едва ли не апартаменты класса люкс. Скамейки с подогревом, санузлы и кофейные автоматы. До этого туалеты были за остановкой. Сейчас уже на остановке. Прогресс. В теплых помещениях и заночевать можно, если вообще будет проблема с транспортом. Клещи атаковали деревья в центре города. Целая армия буквально кишит на коре. Видео посмотрели более 30 тысяч человек. И лишь несколько знатоков уверяют – эти кровососущие не живут такими большими семьями. Клещи не сидят на деревьях, не кучкуются такими толпами, не носятся так взад-вперед, а сидят спокойно, ждут жертву. Ну или орловские клещи особенные. Обрабатывать надо и скверы, и улицы, и парки. Что-то в этом году про противоклещевую обработку забыли напрочь. Превышение скорости стало причиной аварии в Амцентском районе. ДТП произошло ночью 27 мая. В ходе ДТП грузовик «Мерседес» потерял контейнер. Похоже, что грузовик шел на большой скорости. Впереди на этом участке идет ремонт моста и установлен светофор. Вот и вся разгадка происшествия. От скорости он не упадет. Скорее всего, было резкое торможение под углом. Жалобное мяуканье, несколько часов ожидания и детские слезы. И вот, наконец, спасение под аплодисменты всей пятиэтажки. Сотрудники МЧС сняли котенка с дерева. Бедолага забраться забрался, а вот самостоятельно спрыгнуть не смог. Большое спасибо сотрудникам МЧС Северного района, второму караулу второй части. Это все, о чем мы успели рассказать. Берегите себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok